Молитва провозглашения Вот для меня это вопрос очень такой, можно сказать, злободневный, потому что я столкнулась действительно с этим вопросом в своем учении и в общении с людьми. Говорю, да я же говорю, я же провозглашаю, я же верю, я же говорю, что ранами Иисуса я исцелен, а все не исцеляюсь и не исцеляюсь. Так вот, конечно же, есть вещи, которые мы должны говорить в свою жизнь. И я всегда говорю, что я как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод своего времени, свой лист, которого никогда не вянет. Что юность моя обновляется, что Бог дает мне ноги, как у оленя, что я все могу в укрепляющем Господе Иисусе Христе, что тот, кто во мне больше того, кто в мире, что я имею божественное здоровье, это профилактика, это хорошее Слово Божие. Он говорит, я вложу слова мои в уста твои. Но здесь вопрос манипуляции, да? Вот, вопрос манипуляции. Вопрос манипуляции, он связан с того, что если ты говоришь, у меня будет 25 машин, при этом ты в малом не достиг ничего. Вот здесь, в малом, ни верности не проявил, ни какой-то такой основательности своей не проявил. Но человек хватает какие-то верхушки и бежит с ними, вот, и утверждает. Это не то, что манипуляция, это такой некий обман. Я бы даже не назвала это манипуляцией, это некий такой обман самого себя. Бог, он всегда вкладывает, вот знаете, основательность человека. Он берет от малого и ведет его к большему, от малого к большему. Человека же, натура такая, что надо взять большой кредит, вот огромный кредит, и вложится, и вот это большое произойдет, да. Бог так, это не его принципы, вообще не его принципы. Это, как правило, там бывает провал. И вот я возьму, сейчас большой кредит, мне Господь поможет, я это сделаю, бамс, а ничего не получается. Понимаете, некое такое уловление, потому что не понимает принципов Божьих. Поэтому, ну, вот обман, неверие, страх, недоверие, я не знаю, вот ведет, как будто человек манипулирует Богом, а не может выставить, не хватает дерзновения, реально дерзновения. И я, скажем, один случай, один случай вспомнила. К нам приезжал один христианин из Прибалтики, Аллан его зовут, так запомнила его свидетельство. Такой простой пастор, вел паству, им дали молитвенный дом, здание, администрация этого местности. И говорит, мы счастливо жили, молились, проводили богослужения и были очень довольны, и все хорошо. Вдруг потекла крыша, стало дом немножечко нуждаться в ремонте. И вот мы, говорит, ходим такие по своему дому, ну, в принципе, проводим богослужения, крыша капает. И такие, крыша капает, а денег нет. Вот, крыша течет, а денег нет. Денег нет, а крыша течет. Что это такое за исповедание, да? И Бог, говорит, два года у них крыша текла, и денег не было. Вот это терпение. Вот это, вот это, вот это вот просто прокол большой в вере. Вот это отсутствие дерзновения. И, говорит, как-то так мы пришли на молитвенное богослужение, и Бог нас просто коснулся. И, говорит, на нас излилась такая благодать. Мы и не переживали ее такой. И в конце этой молитвы мы не то, что стали там просить, а мы приказывали прийти новой крыше и приказывали прийти новым окнам. Мы говорили, окна приходят, крыша приходит. Мы, говорит, сами себе чудовались. Видишь, какое дерзновение? Они пережили в молитве прорыв огромный. И Бог их вот ввел вот в эту пророческую, дерзновенную, провозглашающую молитву. Это вообще не то, что манипуляция, это вообще пророческий дух так работает. Так и крыша пришла или не пришла? Крыша пришла. Но как она пришла, интересно. Приезжает к ним из Норвегии брат, привез большую сумму денег, чтобы вложиться в лагеря детские. Вот. И у них попроповедовать, пригласили его попроповедовать. И вот он стоит, кафедра стоит, говорит, проповедует, и крыша копает. И прям ему на Библию кап. Он так взял кафедру и перенес ее. Капелька за ним кап туда. И он такой, господи, я все понял. Короче, он вложился в этот дом, крыша пришла, окна обновились. И окна пришли? Да, и окна пришли. Манипуляция получается только в том случае, если человек вообще не доверяет Богу. И боится. И такое, знаете, недоверие какое-то. Ну, или какие-то неправильные взгляды, вообще неправильные подходы, ценности. И тогда у меня будет такое, знаете, не дерзновение, а дерзость какая-то. Ну, вот, наверное, это можно сравнить. Вы помните, как вот эти евреи, да, когда они вышли из Египта, да, то есть они пытались там, ну, что мы здесь все сдохнуть должны, что ли? То есть вот в таком ключе. И знаете, вот, когда при слове манипуляции, я сразу вспоминаю людей, которые вот тобой манипулируют чувством жалости к себе, чувством такого, знаете, вот... Ну, да. Сиротства. Сиротства. Еще какого-то, да. То есть они вечно ноют, вечно, вот, знаете, недовольны. Жертва. Такая жертва. Да, жертва. Ты должен мне, должен мне. Да, да, да. А я думаю, что вот манипуляции, это, наверное, скорее сюда, да. И Бог так, и в общем, Бог и сказал, вот как вы в своих там палатках говорите, так вам и будет, да. Никто не дойдет до обетования, да. То есть поэтому вот на самом деле, если мы манипулируем через какое-то, знаете, вот эту жалость, вот эти, знаете, все время Богу выставляем, как бы вот эти свои мучения, то это, конечно, я думаю, мы так много не продвинемся вообще никуда. Вот это и есть манипуляция. Да, если честно, вот на такие молитвы я вообще, ну, практически, я с трудом могу вспомнить ответ. Вот так вот, когда ты ноешь, ноешь, ноешь перед Богом. Вот, обычно те люди... Пытаешься вызвать жалость, да? Да, ты пытаешься вызвать жалость до Бога. Я, например, приходила еще в худшее состояние в таких молитвах. Просто. Да, да, да. А на самом деле, конечно, дерзновение, вот, замечательная, да, тоже история, что действительно дерзновение, это когда мы как сыны просто приходим к Богу. И мы просто знаем, что Он любит нас. Вот, и знаете, вот тоже одно место, просто хотел бы, чтобы мы так же Библию сегодня, да, тоже... Смотрите, как Иоанн пишет. Он говорит, кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, тот прибыл в том, пребывает Бог. И Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до такого совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение, да, день суда. Потому что поступаем в мире, как Он. И дальше написано, в любви нету страха, да, то есть когда мы молимся, когда мы приходим к Нему в любви, нам не надо бояться, да, то есть стрематься, что вот он там не ответит, или он какой-то не такой. Да, но совершенная любовь изгоняет всякий страх, потому что в страхе есть мучение, и боящийся несовершенен в любви. То есть когда мы знаем, что Бог любит нас, что мы вообще Его любимчики, вот, то тогда мы как сын можем прибежать, папа, там, как сейчас за мной гоняется, купи мне наушники, и я понимаю, что я Ему должен купить. Моя дочка, она постоянно, папа, я хочу новый телефон, папа, я хочу айфон, папа, я хочу то, я хочу это. Ну что вы думаете, что у меня оставалось делать? Естественно, знаете, по неотступности, даже если там где, как говорится, получит свое, да. И я сегодня не говорю только, знаете, чтобы мы к Богу прибегали как к банкомату, вот, у нас сейчас есть, да, апостол Павел говорит, в последнее время люди будут любить только себя и деньги, да, вот написано, апостол Павел говорит, да, и мы иногда для нас Иисус такой большой банкомат, и мы там чуть-чуть снимаем себя. Ну, типа, у тебя, ты же всемогущий, ты должен, у тебя все есть, да, есть право у меня. Поэтому я верю, я верю, что, знаете, Бог благословляет нас, Он может благословить машины, домом, там, финансом, все, да, но все-таки еще мне очень нравится, что они молились также с дерзновением, и их провозглашения, они были не такие, там, у меня будет новый дом, а они молились, Господь, дай нам смелость, да, проповедовать Твое Евангелие. И написано, и с дерзновением вышли и начали проповедовать. Вот если честно, вот я искренне вам скажу, я в своей жизни хочу увидеть, наконец-то, церковь, которая смело проповедует Евангелие. Потому что мы иногда встречаемся на домашней группе, все рассказывают, как Бог денег подкинул. Ну, знаете, я рад таким свидетельствам, но, честно говоря, так иногда хочется видеть людей, которые приходят и вот говорят, а мы руки на больного возложили, он осцелился, а мы там бесы изгнали, а мы мертвого воскресили. Вот если честно, да, давайте дерзать там за нашу бытовуху, как говорится, да, но давайте также не будем забывать дерзать еще в вере о том, чтобы служить Господу. Потому что, на самом деле, все-таки, все, о чем мы сейчас, вот, ну, многое, о чем мы говорим, это такое больше, ну, прилагательное. А вот существительное, да, это нести Царство Божие. И когда мы заботимся о Божьем, Бог всегда позаботится о нашем. И я хочу сказать, не то, что дашь-задашь, но просто так Иисус говорит, если будете Царство искать, то все остальное вам приложится. И, честно говоря, некоторые вещи происходят очень просто. Когда ты горишь для Бога, когда ты служишь для Него, просто проповедуешь Евангелие, просто несешь вот эту благую весть. А не тогда, когда нашей молитвы хватает на полдня, на хорошее настроение. Ну, потребительство такое. Да, да, да. Поэтому я вот хочу сам свидетельствовать, что, на самом деле, когда мы служим Богу вот в силе, в славе, да, и не стесняемся Христа, оно действительно как-то все прикладывается. И, кстати, хочу сказать насчет провозглашений. И, честно говоря, даже провозглашения с годами меняются. А не знаете, какие становятся такие провозглашения? Ну, такие, на полусмехе, знаете, вот так, я бы сказал, да? Например? Ну, просто когда ты в покое, ты просто знаешь, что это будет. Это будет, это будет, да. Ты просто не стоишь вот так, а-а-а-а, знаете, у меня там полопались вены, там, а-а-а, там, знаешь, орешь, там, знаешь, весь такой зажатый, знаете, а ты просто вот, Бог на троне, и я спокоен. Это же зрелость. Да, Бог на троне, и я спокоен, да. Он, да, держит мою жизнь в своих ладонях. Я иногда такую песню написал, она такая пьяная немножко песня от любви Божьей. И мы, знаете, вот ее поем, и реально я просто думаю, халилуя, Господь, слава тебе. Когда мы в покое, то намного больше чудес происходит. И это, кстати, обетование Божье, он говорит, войдите в покое, пока еще у меня есть для вас списка, входите, будьте в покое, будьте в Иисусе Христе, и вот это все будет вокруг вас на самом деле, да, крутиться, вертеться. Виктор сказал сейчас про громкие молитвы, вы же, ну, мы все их, наверное, практиковали, да, так или иначе. Да и сейчас бывает. А вот, ну, я думаю, и часто же возникает спор иногда, вот у людей, особенно вот разные конфессии, да, они говорят, что вы там орете, а другие говорят, а что вы не орете, да, вот, и, ну, между собой-то люди, так все-таки давайте немножко про это. Орать или не орать, вот в чем вопрос. Орать или не орать, да, вот, перековать мечи на орала, да, орать или не орать, да, кричать или не кричать. Какая молитва более эффективная, все-таки тихая или громогласная, когда человек прорывается, или когда он просто тихо, спокойно, внутри себя, может быть, даже молится про себя. Вот скажу сразу, продолжать, и хочу немножко Виктора, что мы должны понимать сезонное духовное возрастание. Вот то, что в конце уже звучало, это больше уже к зрелости относится. Но есть моменты в том же и тихих или громких молитв, это вопрос детства, когда только приходишь к Богу. Это такой сезон, где ты можешь и кричать. Я, например, там кричала. Если я не накричусь, я не успокоюсь, я не чувствую Бога. А вот в крике я его хорошо пережила. Не покричал, не помолился. Не покричал, не помолился, не прорвался, ничего не получил. Мне это было очень сильно. Но здесь идет серьезное вот основание сыновства, и здесь идет еще такой момент, что здесь ребенок, он не несет ответственность отца. Он живет потребительской жизнью. Это норма, это нормально, когда ребенок живет как потребитель, как иждивенец. Это возраст такой, это сезон. И в этом сезоне Бог укрепляет свои любви, и главное найти фундаментальность сыновства. Ни как с боссом, ни как с судьей, ни с каким-то там, которые жертвы нужны, ни как, который все мне должен. Я тут читал, у меня есть право. Это не работают эти... А вот и там молитва бывает и крикливая, и она просящая больше, но она и наслаждающая. И там Бог, кстати, очень много отвечает на молитву. Реально много отвечает. Потому что дальше от отрочества, юношества, там духовная борьба включается серьезно. И там молитва может быть очень тихо. Я, например, в подушку молилась, потому что я жила в неверующей семье, и я, вткнувшись в подушку, мне кричать было некуда и некогда. И не давал никто. И я в подушку, я мокрая была в подушке просто, но выходила совершенно новым человеком. Понимаете, тихо. Я не думала, что я когда-нибудь вообще научусь тихо молиться. Вот этот детский сад, вот это детское состояние... Там же дети кричат. Он же плачет, и его родитель слышит. Он же только так разговаривает. Да, конечно, сто процентов. А если ты будешь орать в 55, уже как бы... Да, это уже интересно. Но как ребенок, да? Ты должен мне, ты должен мне. Но я так хочу сказать, что на самом деле, действительно, я кричу до сих пор периодически. С чем это связано? Со слабостью плоти. Вот о чем мы говорим. Да, так. Не выспался. Что-то, может быть, там витаминов не хватает. Погода серая за окном. Токсины. И тебе надо прорваться. Вот просто прорваться, как говорится, на небеса. Это точно. И тогда твоя молитва, она будет, конечно... Аллилуйя, Господь! Берешь гитару, поешь самые радостные песни, прорываешься там, славишь Господа за все. Но, напомните, вышел пророк, да, Илья, да? И Бог говорит, смотри, вот в буре, но не в буре я. Ну вот не там, а вот в тихом веянии ветра. И часто бывает, что ты начинаешь очень громко, да? То есть ты начинаешь прям, халилуйя, Jesus name, как говорится, да? Но потом ты чувствуешь, когда вот слава Божия пришла, и вот здесь очень важно вовремя остановиться, вот войти в покой и просто вообще, честно говоря, иногда в таком состоянии, я даже люблю посмеяться с Богом, когда ты просто понимаешь, Господь здесь, да, вот Он среди нас, да, то есть все хорошо, ты прорвался через трудности своей плоти, своего настроения, там своего какого-то, может быть, уныния, которое наваливалось, вот это облачко на тебя. Ты вошел, и как на самолете, знаешь, вот из Питера вылетаешь, да, вот все хмурое, серое, а ты такой, фуф, и в какой-то момент раз, солнце облакает, и вообще как будто на небесах просто, знаете, чуть ли не золотые врата там стоят, знаете. Вот так же бывает как бы с Богом, да, и когда ты попал в Его славу, там вообще уже можно не орать, просто лечь, лежать, и все будет само происходить. Или, ну, короче, делайте, что хотите, халилуйя. Бог нас помогает, на самом деле, через любые состояния. Да. И везде Бог, и везде в том, и в том состоянии, да, действительно, нам... Я помню, я была так перезагружена служением одним, что я сидела, готовилась к служению и рыдала. Я просто плакала. У меня не хватало сил душевных. Я помню, села в машину, включила громкую музыку, и я с этой музыкой, с той песней, которая там пелась, я орала, я закрыла все окна, что люди, что... И я там орала. И вы знаете, когда я прооралась, а я реально орала... Да, это нормально. ...пришла свобода, я перешла на какой-то уровень другой. И я спокойно доготовилась дальше до служения. Класс. Понимаете, скинула вот этот груз, вот этой какой-то тяжести, души, которая изматывает тебя. Бессилие какого-то, вот этой усталости. Бам! Вот я хочу еще один важный момент добавить. И вышел на свободу. Мне очень нравится, что Иисус, он был полон вообще всех эмоций. Вот именно. То есть вот он был где-то радостный, а где-то он плакал об Иерусалиме. И иногда мы можем попасть в такую колею позитивного мышления. Знаете, вот когда нас всех научили, что вот, грубо говоря, плакать, ну что ты плачешь? Ну вот что ты там, ну давай уже собери сопли, вытри. Там как бы, да, то есть... Но на самом деле Иисус плакал об Иерусалиме, Иисус плакал о некоторых вещах. И что такое наши эмоции? На самом деле часто эмоции — это Божьи рецепторы. Почему Бог нам их дал? Чтобы мы чувствовали. Вот, например... Жизнь проживает эмоционально. Да, вот, например, я покаялся через девушку одну, да, с Татьяну, да, Шлитгауэр. Она, когда была по молодости, ну, как бы ДВРом, такой, ну, сглупила, да, отошла на какое-то время от Бога просто. И, знаете, хотела с жизнь самоубийством покончить. И вот она выпила яд. И вот представьте, у мамы в сердце голос, молись за свою дочь. Она говорит, я всю ночь за нее вот простояла в молитве. Я думаю, там была такая вообще серьезная молитва. И у нее этот яд вышел обратно через рот. То есть она не умерла, потом вышла замуж, шла в Богу, сейчас жена пастора, трое детей. Но вот этот момент, когда через твои чувства, через твои эмоции, как бы Бог говорит, слушай, сейчас соберись, вот тебе сейчас надо молиться за дочь. Не надо сейчас вот этого позитивного мышления, все хорошо, да, аллилуйя, хе-хей, там, давай молись. И на самом деле нам надо вот эти эмоции, действительно, Бог сотворил, для того, чтобы мы чувствовали вот эти моменты. Жизнь. Где он нам говорит. Потому что жизнь, она из разных цветов состоит. Не только, о, давайте все вот будем улыбаться, как американцы, вот этой позитивной улыбкой, там, да. На самом деле... Но это тоже хорошая привычка. Это хорошая привычка, это хорошая привычка. Но иногда, когда ты служишь, особенно, когда ты имеешь дело с людьми, как пастор, как служитель, как лидер новашней группы, может, нас кто-то смотрит. Да просто, может быть, вы хороший прихожанин и проповедываете людям. И иногда вы в таких ситуациях оказываетесь, с такими рядом ситуациями, да, где у людей, может быть, и нищета, и бедность, и болезни, и прочее, и прочее. И на самом деле ты... И не всегда у тебя будет вот эта, как бы, да, может быть, улыбка американская. Иногда надо просто... Иногда плачешь с плачущими и радуешься с радующимися, да. Так и должно быть. Да, аминь. И поэтому хорошо быть в вере, в свою личную жизнь, и все. И в тихой, и в громкой. И везде можно находить Бога. И нет вот этого или-или, вот громкая или тихая, там слезы или смех. Да все нам надо, на самом деле. И то здесь нету противоречия. Дух Святой написано, ходатайствует в нас, да, воздыханиями незреченными. И Дух Святой ведет нас в молитве. Вот, это очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok